Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мужа моего позови Твоего? А ты с чего взяла, что он твой-то? Надь, я... Я... Я мужа своего С тобой делить не хочу У нас ребеночек будет Нагуляла тихоню А теперь за Сергея цепляешься? Пошла вон, знать он тебя не хочет Пошла вон, сказала Да что ж ты будешь делать? Вцепилась Пошла вон отсюда Хиля Хиля Я это... Я не вернусь Сергей, мы же... Мы же семья Я ребеночка твоего Под сердцем ношу Ребеночка? 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 Откуда я знаю Чей ребенок? Я тебя не касался Ты мне не жена Мышь Ты что же? Все забыл, да? Вспомни! Пристало! Как банный лист Катись отсюда! Чудотворица Шестая серия Сила молитвы Ее чтят и боготворят миллионы Ее просят о невозможном Женская заступница Покровительница бездетных семей Она исцеляла больных молитвой Предсказывала будущее Помогала в решении семейных проблем и конфликтов Она никому не отказывала в помощи Ни при жизни Ни после смерти Впервые мы собрали по крупицам Разрозненные и малоизвестные факты О жизни великой старицы И шаг за шагом Восстановили путь святой Матроны Московской Это невероятная история о чуде Которому есть место в жизни Каждой женщины Известно, что святая Матрона Московская Часто предостерегала своих близких От осуждения и обид Как от самых тяжких грехов Каждая овечка Будет подвешена за свой хвостик Что тебе до других хвостиков? Говорила блаженная Всех она любила И всех сопровождала Всех встречала Это было заметно по людям Как все люди приходили И говорят Что ты уходишь отсюда С такой спокойной душой С такой благодатью Как будто все в порядке В душе и в доме И везде Всюду Все хорошо Антонина Борисовна Малахова Знавшая блаженную при жизни Вспоминала Сама Матрона Никогда никого не отвергала И не осуждала По их вере Она им помогала И мусульманам помогала Также католикам помогала Некоторые из них Переходили в православие Потому что она сотворила Им какое-нибудь чудо Однажды к Матроне Пришла семья с мальчиком Трех лет Родители ребенка Мусульмане Но вот случилась беда Ножки у мальчика отказали Бросились по врачам Те только разводили руками В мечети молились К знахарям обращались Но чудо не происходило И тогда В тайне от родственников Родители привели сына к Матроне Два раза пришли Третий раз Он стал на ножку наступать Как бы исцелился И они тогда сразу Перешли в православие Хотя их родители Им запрещали Они все равно перешли в православие И стали ходить в храм И учатся ходить к Матронушке Молитвами Матрона спасала И неверующих И своей любовью Привлекала людей К Богу В том то и дело Что она несла Дух Христов И когда От нее Как раз получили Получали вот эту помощь И разнообразное исцеление И освобождение От давления жизни Да С чем собственно Приходили А вот уходили от нее Как раз часто уже Люди верующие То есть не номинальные Христиане А именно люди верующие Которые уже с Христом Повстречались Общаясь с ней В житии Святой Блаженной Матроны Которая составила Зинаида Жданова Есть одна удивительная История жизни Некой полячки Хэли Эта женщина Встретилась С Великой Старицей В Царицыно Матушка проживала Там примерно С 39 по 41 годы Вся семейная трагедия Хэли Разворачивалась На глазах Матроны Я люблю тебя Она как будто Цепями держит Цепями держит Измена мужа Проклятие его любовницы И страшная болезнь От полного отчаяния И смерти Ее спасла только Матрона Зинаида Жданова Вспоминала Что в 50-х годах Встретила Хэлю В церкви Та сказала Что Матрона Сотворила для нее Много чудес И в итоге Она приняла православие Что же заставило Эту женщину Прийти к вере И о каких чудесах Она говорила С большой долей Уверенности Можем предположить Скорее всего События развивались Именно так Хелька Какая же ты красивая Глазки так и горят Ну брось Оль Никогда я красавица не была А вот любовь преобразила Зато наша Панночка Самая добрая Я так счастлива за тебя Хелю в деревне Панночкой звали Ее предки Поляки Уехали из Люблина Еще в 1815 году Когда Польша Полностью вошла В состав Российской империи Бежали от голода И нищеты В богатую страну Под покровительство Александра Первого Все в Царицыно Знали кроткий нрав Хели И любили за это На следующий день Сергей заслал К Хеле сватов Подали заявление В ЗАГС И дату свадьбы Выбрали знаменательную Первого мая День солидарности Трудящихся Вот видишь Как выходит Да И что ему во мне Мог бы взять Вон Надьку Она же у нас Красавица писаная Да Надька Может и красавица Но только душа У нее потемки Своими глазищами Как зыркнет Страшно аж становимся Пришла Хеля Тебя поздравить Счастливая ты Такого жениха Отхватила Смотри Счастье свое Не проворон Спасибо Наденька И твое счастье Не за горами Ты же у нас Невеста видная Твоя правда Никто и подумать не мог Что Сергей Обратит внимание На Хелю Лучший гармонист В деревне Да еще и Комсомолец По нему Сохли первые Красотки Царицына Привет гармонист Особенно старалась Соседка Хели Надька Вот уж Кому не было рада Рослая Косища В кулак Толщиной Глаза Огромные Хелю на ее фоне И не заметить Подержи-ка Серая мышка Одним словом Давай тебе помогу А то сама как веточка А такую Тяжесть таскаешь Гляди-ка Переломишься А ты чего такая Молчаливая Или я тебя не люб Я тебя не люб Люб Ну Коля Люб Тогда иди за меня Замуж Я давно за тобой Приглядываю Девушка летала Как на крыльях Сбылась Самая заветная Мечта Свадьбу Сыграли громкую Гуляли Всем селом Бабы Шептались Что красавица Надька Чернее тучи Ходила Поговаривали Что в сердцах Даже не Сдержалась Все равно Он будет Мой Сам ко мне Прибежит Или и дела Не было До чужой Злобы Когда рядом Такой муж Опора И надежная Защита Так думала Она Полгода Пролетели Как во сне Но 1 сентября 1939 Года Пришла Новость Гитлер Напал На Польшу До этого В 1934 году Велись В Германии Переговоры И с Польшей О Возможной Войне Против Советского Союза Они Рассматривались Как возможная Пятая колонна На территории Советского Союза В случае Очередной Войны с Польшей Которая была Очень возможна В деревне На Хелю Стали коситься Соседи И сторониться Бывшие друзья Поляков Польского Хеля Хеля пошла Работать На Трансформаторную Подстанцию Царицыно Концу 30-х Разрослось Здесь Проживало Уже 16 Тысяч Человек Нужны Были Новые Источники Энергии Поэтому Большевики Приняли Решение Закрыть Местный Храм Иконы Божьей Матери Живоносный Источник А внутри Разместить Электрооборудование Протеерей Этого Храма Александр Лаврин Говорит Храм Использовался В самых Разных Ипостасах И Трансформаторной Будкой Он был И был Реставрационными Мастерскими В общем Всяко Разно Желающих Работать В здании Оскверненной Церкви Среди Деревенских Жителей Не нашлось Поэтому Хелю Начальство Встретило С распростертыми Объятиями Вот Это Церковь Гровоносный Источник По старым Картам Легко Определить Местоположение Улиц Села Царицыно Эта Единственная Фотография Была сделана Незадолго До закрытия Храма Иконы Божьей Матери Живоносный Источник Рядом Виден Деревянный Дом Возможно Именно В этот Дом В конце Тридцатых Привезли Слепую Старушку Матрону Никонову Людмила Павловна Русакова Родилась В Царицыно Ей было Семь лет Когда она Познакомилась С Матроной Я знаю Точный адрес В котором Жила Матрона Потому что Отец Моей подруги Был призван В армию И погиб И вот Мы получили Извещение О том Что он погиб И с точным адресом Точный адрес Матроны Советская Улица Дом 18 Теперь Она Дольская Кто Женщина Приютил Матрону На Советской Улице Обратите Внимание В житии Блаженной Есть упоминание О некой Просковье Хозяйке Дома Царицыно Но Удивительный Момент Это Единственная Женщина Которая В письменных Источниках Осталась Без Фамилии Многочисленные Свидетели Называют Ее Просто Пашей А Ведь Именно У Нее Матрона Прожила Несколько Лет Мы Смогли Восполнить Пробел В биографии Старицы Мы Дружили С подружкой Которую Звали Раиса Фетисова У которой Находилась Шлепая Женщина У Раисы Фетисовой Была Бабушка Просковья Паша Именно Тетя Паша Которая Фигурирует В воспоминаниях Вот И Ее Свидетельство О Великой Святой Из Жития Матронушка Учила Нас Не забывать Крестить Еду Особенно На ночь Убирать Все И накрывать По воспоминаниям Людмилы Павловны Фетисовы Были люди Верующие Особо Этого Не скрывали И часто Принимали В доме Странников Я Видела Что Часто У них Останавливались Даже Нищие Я Помню Что Мужчина К ним Приходил С Палочкой Он Значит И Пел Частушки Пел Они Его Однажды Вспоминает Людмила Павловна К Фетисовым Привезли Старушку Девочка Обратила Внимание На то Что Бабушка Была Слепая И Не Могла Ходить Женщины Часто Выносили Ее Во Двор Подышать Свежим Воздухом И Погреться На Солнышке Она Вообще Мало Разговаривала В основном Я Видела Что Приходили К ней Садились На лавочку Широкую И Говорили Говорили Очень тихо Маленькая Люда Не обращала Внимания На дела Взрослых Замечала Только Что К слепой Старушке Приходили Много Людей Все Несли Какие-то Узелочки Ее Потом В этом Доме Часто Угощали Яйцами Или Сладостями Невиданное Богатство В те Голодные Времена Она Полноватой Была Одета Была В кофточку Поверх Юбки Которая Была На Резиночке И Платочек Именно Такой Хеля Впервые Увидела Странную Гостью Своих Соседей Каждый День Она Ходила На Работу На Подстанцию Которая Размещалась В Бывшем Здании Церкви Мимо Дома Фетисовых Хеля Вы Мне Да Проходи Садись А откуда Вы меня Знаете Ангелы Мне про тебя Рассказывают Хорошая Ты Добрая Господь Тебя Любит Бабушка Боюсь Вас Обидеть Но Но Христа Же Нет Человек Сам Хозяин Своей Жизни Жалко Мне Тебя Душа У тебя Светлая А крестика Ты Не Носишь С каждым С каждым днем Хеля Замечала Что Сергей Все больше Замыкается В себе Спасибо Подружке Оле Просветила Нашептала Что начальство Выговаривает Сергею Что на Полячке Женился Вдруг Хеля Шпионка 16 апреля Московские Чекисты Разоблачили Банду Польских Шпионов И диверсантов Да что же это Такое делается Меня же с детства Все знают Я дальше Нашего царицына Никуда и не выезжала Ну да Ты же знаешь Людям Лишь бы языки Почесать Но мне то От этого не легче Ну да Сереже жалко Еще ни за что Из партии Исключат Да ты лучше за Надькой Последи Что она больно Любует сына Твоего Сережу Все уже заметили В тот вечер Сергей впервые Пришел с работы Нетрезвый Хеля Хеля Можешь давай У Хели Аж руки От страха Задрожали Сама в слезы А Сергей Только скривил Губы презрительно Правду говорят Что я в тебе нашел На следующий день Хеля отпросилась Домой пораньше Решила устроить Мужу сюрприз Думала Принарядиться Накроет стол Может Любимый И оттает А в рецепт И оттает Саша Как все говорят Забава Классно А в рецепт И оттает Накроет А в рецепт Мужу Классно Накроет А в рецепт Сергей, что происходит? Что она здесь делает? Это что, не видишь? Или объяснять надо? Я не понимаю. Я не понимаю, как ты можешь в нашем доме... Ну что ты не понимаешь? Так и могу. Опостылила ты меня. Надь, пойдем отсюда. Это все равно покоя не даст. Мышь. Мышь. Весенний вечер, как в страну цветут, Несколько ярче красок ни где где и никогда. Саша, так много в жизни ласки, Так незаметно бегут газа. Знаменитая певица Вика Цыганова Не скрывает, что своей популярностью Обязана мужу-продюсеру И автору всех ее песен Вадиму Цыганову. Их браку почти 30 лет. Впору позавидовать, казалось бы, Идеальный семейный и творческий союз. Но 15 лет назад Их брак был на грани разрыва. В какой-то момент я хотела Расстаться со своим мужем, Потому что муж у меня автор всех моих песен. Он поэт и продюсер. Вот. И в какой-то момент у нас возникло Какое-то непонимание. Это были сложные времена для страны. Конец 90-х. Тогда многие талантливые артисты Оказались никому не нужными. Виктория в своих неудачах Стала обвинять именно Вадима. Конечно, я чувствовал, что что-то происходит. Причем происходило в душе. Скандал за скандалом. Депрессия. Виктория уже не могла держать себя в руках. Тогда кто-то из знакомых Посоветовал съездить к Святой Матроне В Покровский монастырь. Вика и прежде слышала о Святой Матроне. О чудесах, которые творит по молитвам Блаженная. Поехала утешаться именно, поплакать. И удивительным образом, Как только я приложилась к иконе, Я сразу получила звонок от супруга своего. Уже такими, в общем-то, Мягкими словами, мягкой интонацией Он меня как-то утешал и говорил Вика, все будет нормально. Тогда певица поняла. Звонок мужа и есть ответ на ее молитву. Знак, которого она ждала. Я поняла, что надо бороться за свою любовь. Я, конечно, поплакала немножко и помолилась. Но я сразу почувствовала облегчение. Сразу. И мы в этот же день помирились. Воинство всегда помогает в добрых делах. Просто эти такие тонкие материи. Один больше чувствует, другой меньше. С тех пор цыгановы называют Матрону Хранительницей их семьи. Теперь, если между супругами возникает недопонимание, То Виктория сразу обращается с молитвой к Матроне. Я сразу прошу Матронушку, чтобы она его смирила. Чтобы он как-то меня услышал и пожалел. И я сразу, сразу, моментально получаю помощь. Моментально. Слава Богу. Просто Матронушка это мой ангел-хранитель. С момента, как Хеля застала мужа с Надькой, Прошло уже больше месяца. Сергей даже не таился. У любовницы просиживал дольше, чем в родном доме. Сидишь, как мышь в норе. Света белого не видишь вон за этими шторами. Шторы? Шторы, говоришь? А ты глянь. Надька, она же никогда шторы не закрывает. А я не могу смотреть, как он у нее танцы танцует. Хеле тогда казалось, что больше ее горя и быть не может. Да только беда не приходит одна. Сергея все-таки выгнали из партии. Не оправдал доверия. Ведь шило в мешке не утаишь. Уже все село смеялось, что Серега словно блоха со двора на двор скачет. А он все чаще стал, как люди говорят, в бутылку заглядывать. Садился с мрачным лицом и опрокидывал рюмку за рюмкой. Пьяный дома сидел, а трезвый бежал к Надьке, словно собачонка какая. Сложно человеку к Богу прийти, пока чашу страдания не выпьет. Часто говорила Матрона. После того случая Сергей стал поколачивать жену чуть ли не каждый день. Когда совсем не в моготу стала, попыталась говорить с мужем о разводе. А он чуть не заплакал. На миг показалось Хеле, что видит она своего мужа прежним, ласковым и любимым. Он сказал это, вскочил и за дверь. Снова к Надьке своей побежал. Келья! Эй! Келья! Келья! Скорее, вырубай свой трансформатор! Что случилось? Пожар? Да какой пожар? К нам из Москвы комсомольцев прислали. Будут с куполов кресты сдергивать. В житии Матроны Московской, составленном Зинаидой Ждановой, упоминается это происшествие с храмом в Царицыно. Церковь иконы Божией Матери Живоносный Источник антирелигиозный комитет постановил снести. Решали вопрос о переносе трансформаторной подстанции и разборе стен обители. Это требовало времени, пока решили убрать кресты и купола. Матронушка, что же делать-то нам? Бегите, остановите их. Скажите, что им нельзя в храм входить. Господь их накажет. Совсем бабка ум потеряла. Смеялись комсомольцы над пророчеством блаженной. Но едва бригада строителей переступила порог храма, на них рухнула тяжелая плита. Погибли все. После этой трагедии Матрона заперлась у себя в комнате и целую неделю только постилась и молилась. Посетители спрашивали у Паши, почему она не принимает, на что женщина лишь пожимала плечами. Хотя и знала, все это время Матрона молилась за души погибших. Есть суд человеческий, а есть суд Божий. Вот мы люди злые. Мы судим о людях иногда очень зло и очень плохо. А вот Господь им всех любит. И Он судит совсем-совсем по-другому, чем судим мы. И в этом суде о нас есть такие святые, которые являются нам помощниками. Одна из них – Блаженная Матрона. Много в деревне судачили о гибели комсомольцев. Приезжали следователи из Москвы. Поговаривали, что теперь-то храм точно взорвут. Приходили к Хеле, смотрели документы на подстанцию, решали вопрос о переносе. А потом утихло все. Дело признали несчастным случаем. Храм заколотили. Хелли осталась без работы. Сергей не появлялся дома больше недели. Хеля? Девушка уже была совсем отчаялась, когда в дверь постучали. Привет. Хеля смотрела на мужа и не могла поверить. Неужели вернулся? Он прошел в избу и по-хозяйски стал выгружать продукты на стол. Посмотрел на жену и покачал головой. Совсем исхудала. Ты прости меня, дурака. Сам не свой был. Она меня словно заворожила. Хеля радовалась. Теперь, когда муж в доме, хозяйство наладится. Сергей дров наколит, петли дверные подтянет. Все будет по-прежнему. А вскоре Хеля узнала, что беременна. Летела домой, как на крыльях, чтобы сообщить мужу новость. Сергей, ты где? Вышел куда-то. Без тебя тяжко, а без нее мне вообще весь свет не мил. Как рассказала Хеля подруга, Надька обиделась на Сергея. Ей казалось, что любовник мало денег зарабатывает. Ссорились так, что вся деревня слышала. В сердцах Надька велела Сергею убираться из дома. Он к жене и вернулся. А тут Надька за месяц соскучилась. Поманила обратно. Хеля долго думала и наконец решилась идти к соседке. Ведь не может быть так, что у нее совсем совести нет. Ведь не оставит же она ребенка без отца. Ишь, кого черти носит? Чего надо? Сергея... Мужа моего позови. Твоего? А ты с чего взяла, что он твой-то? Надь, я... 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 Мужа своего с тобой делить не хочу. У нас ребеночек будет. Нагуляла тихонь. А теперь за Сергея цепляешься? Пошла вон! Знать он тебя не хочет! Пошла вон, сказала! Да что ж ты будешь делать в цепи? Пошла вон отсюда! Хеля! Хеля! Я это... Я не вернусь. Сергей, мы же... Мы же семья. Я ребеночка твоего под сердцем ношу. Ребеночка? 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 Откуда я знаю, чей ребенок? Я тебя не касался. Ты мне не жена. Мышь. Ты что же? Все забыл, да? Вспомни! Пристало! Как банный лист. Катись отсюда! Очнулась Хеля в доме Фетисовых. Тетя Паша принесла воды и рассказала, как нашли ее под забором у дома Надьки Зарубиной без сознания. Принесли к себе. Думали, что не спасут. Но матушка молилась и Господь сохранил Хелю и ее ребеночка. Доченька, иди сюда, а то я к тебе-то не могу пойти. Спасибо. Спасибо, что спасли меня. Что не оставили под забором, как благоверный мой. А ты не сердись на него. Он же не по своей воле действует, а колдовали его. Вот кормите меня своими баснями поповскими. А мне и так тяжко, мне и так жизнь не мила. Спасибо. В сентябре Хеля родила сына, но отец и знать ребенка не хотел. Встретила их как-то с Надькой на улице, а он глаза воротит. Хеля мужу только успела сказать ласково, взглянул бы хоть. Не чужая ж кровь. Но Сергей поднял крик на всю деревню. Мол, она ребенка нагуляла, а ему подсунуть хочет. От стыда Хеля не знала, куда глаза прятать. Шла через всю деревню, как оплеванная. Этой же ночью ей Надька приснилась. Злая, глаза горят. Оставь уже, не твое это. А сыном будешь привязывать? Я и сына твоего заморю. А в подарок тебе от меня тяжелая ножа. И только никто не поможет тебе ее нести. С утра проснулась Хеля и не смогла спину разогнуть. Пыталась шею повернуть, чуть не упала в обморок. В районе лопаток горб. Хеля как в бреду повторяла «Я калека, я горбунья». Она помнила, как сама шарахалась на улице от таких изувеченных. Как на людях появиться, как сына воспитывать. Ее теперь не то, что муж. Чужие люди бояться будут. В конце 30-х годов судьба таких, как она, в СССР была незавидной. Ни пенсии, ни пособий им не полагалось. Коллег свозили в дома инвалидов, где они доживали свои дни в жуткой нищете. Коллеги, в том числе инвалиды, которые просили подаяния по поездам и так далее, были при Сталине определенным приказом вывезены на острова разные, которые называли, в том числе, на остров Валаам, где еще не был восстановлен монастырь, и оставлены там помирать. Вот, например, в Одессе вывозили на пароходах море и выкидывали. Какая страшная судьба ждала теперь Хеллио, ведь она не сможет долго скрывать свое уродство. Ее горбатую наверняка выгонят с работы. И что тогда будет с сыном? Внезапно Хеллио показалось, что кто-то гладит ее по голове, ласково, как мама в детстве. И она вдруг вспомнила слепую старушку Матрона. Хеллио побежала в дом к Фетисовым. Матрона, вздохнув, сказала девушке, что пока она не крещеная, бесы могут крутить ею как хотят. На следующий же день вызвали священника. Крестились сама Хеля и сынишка ее маленький. А скорое чудо случилось. Горб у Хелли пропал. Первую войну мы с тобой выиграли, но дьявол просто так не отступит. Мужа своего простишь. Не знаю, матушка, горя много видела от него. Не держи на него обиду. Обиды мешают молитве к Богу прийти. До Махеля всю избу шагами измерила. Думала о муже. После всего, что он ей сделал, сердце как каменное. Тут не то, что простить. Вообще никаких эмоций. Неужели Господь ей не поможет? Хоть бы знак дал. Это было вот прям на противоположной стороне, то есть прям на том месте, где вот я сейчас стою. Думала перейти через пешеходный переход подземный. И вот так случилось, что не дошла. Сейчас Ирина Бухтиярова из Краснодара спокойно может рассказывать о той аварии, которая произошла с ней два года назад. Все самое страшное позади. Главное осталось в живых. И это уверена Ирина благодаря помощи Святой Матроны. Она буквально вернула девушку с того света. Это был выходной день. Я в три часа дня ей позвонила. Говорю, дочь, ты скоро домой? Она говорит, мам, я уже в город ехал, сейчас по очереди всех развезут и меня подвезут домой. И я уже наверное часа в четыре буду дома. Ирина вышла из машины забрать свои вещи в багажнике, когда сзади в нее на полном ходу врезался другой автомобиль. Как позже выяснилось, водитель легковушки просто заснул за рулем. Вот фотографии с места ДТП. Смятый бампер семерки и вмятина на багажнике иномарки, как раз там, где стояла Ирина. Ударом девушке буквально перерубила ноги в районе колен. Она потеряла сознание, очнулась уже в скорой. От шока боли не чувствовала. Даже сама смогла позвонить маме. И своим голосом кричала мама меня сбила машина. В больнице врачи сообщили матери, что Ирину срочно готовят к ампутации ног. Речь шла о спасении жизни. Папа наш, конечно, он закрылся в ее спальне и всю ночь на коленях помолял, просил. У меня был шок, что я не ожидала, что будет такое. Потому что я думала, что когда меня грузили в скорую, что будут там, наверное, какие-то гипсы, переломы, ну понятно, что-то такое. Но что так будет, я вообще даже не представляла. Ирина показывает фотографии, на которых она красуется на фоне заката в Греции, на пляжах Турции, Испании, на узеньких улочках Праги. До трагедии ей безумно нравилось путешествовать. Она занималась волейболом, участвовала в соревнованиях по бегу. Все изменилось в один миг. Ирина лишилась обеих ног выше колен. Девушка была в отчаянии. Иногда ей казалось, что жизнь закончена. Но в такие моменты она вспоминала историю Матроны Московской. Еще в детстве бабушка рассказывала о жизни блаженной. Ведь святая тоже в молодости в 17 лет лишилась возможности ходить. У нее, естественно, были гонения, так как это было советское время. Но и в это время тяжелое она терпела все эти лишения. Она даже никогда не роптала. Ирина решила она снова встанет на ноги. Пусть даже на протезы. После больницы девушка первым делом попросила родителей отвезти ее в Покровский монастырь. Туда приехали. Я приложилась к мощам. Сразу я почувствовала какое-то странное чувство возле этих мощей. У меня навернулись на глаза слезы. Потом наоборот стало легко радостно. Родители и близкие удивлялись с каким упорством Ирина возвращалась к жизни. Как боролась за свои права. Она добилась почти невозможного. Ирина стала первой в нашей стране кто получил электронные протезы. Электронная стопа, электронное колено позволяют при такой ампутации как у меня вести более полноценный образ жизни. Ира разработала для себя собственный комплекс упражнений. Тренируется каждый день хочет научиться танцевать и вернуться к занятиям спортом. А еще она мечтает открыть фонд чтобы помогать таким же людям как она дать им надежду. Сама она считает что святая Матрона не просто спасла ее от смерти. Она дала Ирине силы жить несмотря на страшные последствия аварии. И эта вера вдохновляет девушку продолжать борьбу. Просто нужно верить и не опускать руки. Естественно я хочу чтобы у меня были дети и тоже своим детям учить их добру и помощи другим людям. Нужно помогать другим и эта помощь обязательно тебе вернется. ты что замужа так билась своего жизни мне не давала забирай его назад если отпустят я не не понимая о чем ты посадили сегодня Серегу твоего застукали человека убил псих и алкаш это ты его довела вы поругались что ли да нахуй черт он мне сдался я думала мужик нормально оказался так тряпка забирай его себе назад мне такого добра не нужно вот пусть и он теперь помучается злилась Хеля но самой тошно становилась от этих мыслей вспомнила слова Матроны о прощении только где силы найти чтобы простить в участке Хеля узнала что Сергей пошел в лес с мужиками дрова колоть они там ссору затеяли кто зачинщик уже не разобрать в пылу драки одного топором зарубили когда милиция разбираться прибежала никого уже не было только один Сергей пытался раненому помочь его и повязали обвинили в убийстве а за такое или пятнадцать лет строгого режима а если не повезет то и расстрелять могут даю вам десять минут приклинать меня пришла что ж имеешь право все остальные прокляли ты человека убил никого не убивал я на крики бежал а там уже один хрипит все остальные разбежались прости меня я тебе всю жизнь испортил и свою тоже но я любил тебя но что ж тогда не вернулся я пытался каждую ночь уходил но только за порог переступлю в голове как туман надька все жилы меня вытянула я на тебя с сыном смотрел из окна плакал а уйти не мог простишь меня теперь да на что я надеюсь начальник выводи меня отсюда одно обещай что сыну про меня плохого не скажешь обещаю и вот еще свечку за меня поставь как ты же партийный я крещеный меня мать в детстве крестила а это все потому что я Бога вспомнил это потому что я Бога забыл я люблю тебя ну-ка пошел отсюда Феля и остави нам долги наши я кажу оставляем мы должников наших забыл ты про Бога он про тебя не забудет и не оставит прости меня Хелия и я и я не оставлю Хелия вернулась домой с уверенностью надо во что бы то ни стало вытащить Сергея из тюрьмы она решила собрать денег и отнести следователю за взятку и ее конечно посадить могут но надо использовать любой шанс чтобы спасти мужа сначала Хелия распродала вещи оставшиеся от родителей ничего Сергей сейчас в застенке на голом полу спит собранных денег было мало сдался тебе этот Сережа да его Надька кинула вот он к тебе прибежал как пес но люблю я его и он меня любит и за нашу любовь я буду до последнего бороться может какой-то другой вариант есть но нет никаких вариантов нет все продам главное чтоб Сережа был свободен а там вместе не пропадем давно один торговец выпрашивал у Хели продать ему избу под контору утверждал что расположение выгодное в центре села хотел магазин устроить а Хеля предлагал общежитие выхлопотать ей то какая разница все равно мать-одиночка но Хеля тогда не решалась родительский дом в чужие руки отдавать а тут и думать не стала уже в 50-х годах после смерти Матроны Зинаида Жданова случайно встретила Хелю в храме в Москве об этой встрече она упоминала в житии блаженной старицы Хеля уже не молодая стояла под руку седовласым мужчиной своим мужем Сергеем а рядом мальчишка лет 14-ти тихонько читал молитву Хеля вспомнила Зинаиду обрадовалась рассказала о том как пережили войну как Бог спас мужа на фронте а ее саму от репрессий и уже в самом конце добавила что до сих пор помнит завет матушки о великой силе прощения Бог нас прощает и мы прощать должны великая в этом сила между тем шел 39-й год Зинаида Жданова вспоминала что именно в это время ее родственница приехала в Царицыно спросить у Матроны совета ей предложили путевку от завода в санаторий но очень уж не хотелось в отпуск зимой прийти то что посоветовала старица удивило всех нужно в отпуск сейчас ехать потом долго не будет отпусков кто-то спросил со смешком что же так матушка Матрона только коротко обронила война так что и и и и и и